всех приветствую продолжаем рассматривать картины и описание к этим картинам по книге великие музеи мира диего виласкис пряхи миф ора около 1657 года холст масла 220 на 289 большая картина монументальной композиции пряхи одновременно изображены сцены труда пряхи за работой не переднем плане светской жизни нарядной дамы рассматривающий великолепный гобелен на дальнем плане и собственно гобелен с вытканным на нем сюжетом мифа ора по широте охвата мира в пряхах виласкис идет дальше чем в именин прием зеркальности способствует реальному иллюзорному перетеканию планов сосредоточены на своей работе пряхи полной энергии объединенные единым ритмом движения их позы грациозны жесты ловки два источника солнечного света создает ощущение пространства и глубины интерьера гобеленной мастерской погруженный в полумрак прозрачных теней среда наполнен мерцающим золотистым светом в атмосфере дальнего плана растворяются контуры предметов и вытканные на коврах мифологические фигуры сливаются в живописном единстве с реальными созвучие нежнейших серо-голубых розовых светло-синих сиренево-розовых блекло-желтых светло-красных и серебристо-белых тонов преображает дальний план в мир чистой поэзии красота сцены переднего плана выражена сдержанными но насыщенными красно-коричневые сине-зелеными черно-коричневые и густо красными тонами композиционный прием веласкеса сопоставление двух различных по характеру сцен дал возможность правдиво выразить представление художника о многообразии мира красоте жизни сочетающие обе реальности поэтическую античный миф и рукотворную прекрасный гобелен созданный руками прях картина веласкеса объединяет сущность испанского реализма путь красоте может лежать через обыденную действительность вот такое описание по книге великие музеи мира к работе диего веласкеса пряхи миф о рах около 1657 года пока пока до свидания всего хорошего и и и Продолжение следует...